Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео-покупка лошадки для подписчика. Сегодня очень интересный персонаж, и мы будем покупать ему новую лошадку на конюшню. Прежде всего, ознакомимся с его историей, какие лошади есть на конюшне, и будем уже думать и гадать, какую лошадку ему покупать. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чайочек, и давайте начинать. Ну что ж, Азария Роскэт. Очень интересный персонаж, который меня точно удивил своей внешностью. Это очень необычный, такой девушка такая эльф на данный момент. И у нее в конюшне аж две страницы, почти что целые две страницы лошадок. Так, это очень интересно, сейчас всех посмотрим, всех пощупаем. Но для начала давайте познакомимся с историей данного персонажа. Азария родилась и выросла на Юрвике, а точнее на полуострове Южная Копыта. Воспитывала девочку ее мать и старшая сестра. Также у матери была любимица кобыла, которую она спасла, когда та была ранена. Лошадь жила в обширном деревянном загоне, паслась, кушала и пила тоже там. Только лишь через полгода, когда кобыла полностью выздоровела и была готова к высвобождению, женщина отпустила животное. Но через какое-то время кобыла вернулась и не одна, а с маленьким, только вставшим на ноги жеребенком. Тогда уже у матери родилась младшая дочка Азария. У них с жеребенком сразу возникла связь, какой не ожидал никто. Именно поэтому семья решила оставить лошадей у себя, а те были не против. Когда девочка подросла, она стала кличить лошадку «Звездочка». Взрослые дали полное имя «Звездная ночь». И с тех пор прошло много лет, а Азария теперь работает с лошадьми по всему Юрвику и частенько заглядывает к матери, сестре и своей звездочке. Вот такая вот история у персонажа. Очень интересная. Не знаю, постоянно ли она в таком облике, или просто мне повезло так зайти, потому что у нее есть отдельный сет в рюкзаке. Так, что же у нее по лошадкам? Две страницы, это не так много, делаем сортировку по породам. У нее есть несколько магиков. Фриз, Танисит, Шайр, Хафлингер, Пасафина. И мне кажется, я видела, да, еще вот Никси, Дичка, или же Лохматик, как я их называю, и Андалуз вместе с Першироном. И я еле-еле чуть не пропустила магическую Аполлузу. Так что, такие вот интересные лошадки, магики. Но я не учитываю магиков. Когда меня просят купить лошадь, я вообще не засчитываю магиков, потому что магик это одна лошадь, а обычная порода это совершенно другое. Так, у нас есть один американецкий Пентхорс, один новый Араб, два бельгийца, Валлиц второго поколения. Так, это кто у нас? Голландская одна лошадка, Тинкер, Лепецан, Луз, Марваре, Морган, Мустанг, два Мустанга. Да, два Мустанга. Пасафина. Погодите, а у нас один Пасафина? Ай, был магик Пасафина. Да, вот был магик Пасафина, теперь Пасафина. А еще я пропустила, у нас есть Ахалтикинец магический. Так, Теннисиец, Уэллец, Фриз второго поколения, Хафлингер третьего поколения, Шайр, Началочка, кстати, вот та самая лошадь, сейчас мы ее посмотрим, и Юрвикский Фриз. Ну что ж, давайте посмотрим на вот эту базовую лошадку, о которой шла вся история, которую девочка начала кличить Звездочка, а в итоге и дали имя Звездная ночь. Ну что ж, очень симпатичная лошадь, мне нравится, как ее мазь сочетается с глазами персонажа. Смотрится очень-очень круто. Уф, я даже, если честно, пока не понимаю, какую лошадку им можно купить, но радует, что сам по себе, по своему сюжету, этот персонаж занимается и работает с лошадьми. Да, поэтому, в принципе, есть где развернуться. Теперь давайте узнаем, какие требования к покупочке. Имя на русском языке лошадь должна быть обязательно третьего поколения. Запрещены к покупке дартмурские пони и ахалтикинец. Амуницию и недоуздок покупать не обязательно. Прическа любая. Ну что ж, вот такие вот у нас требования. А сейчас надо глазками быстро еще пробежать. Кого у нее нету? Нету. У нее нету обычного исландца, обычного першерона, обычной аполузы. Так, мне уже нравится этот список. Он получается довольно большой. Так. А все остальные вроде бы как-то повторяются. Ну, может быть, какую-то породу я сейчас так сходу и пропущу. Значит, кто у нас? Мустанги? Ну, у нее два мустанга. Я, честно, не хочу ей покупать мустанга. Как-то я его не вижу. Танисийц у нее вроде уже как есть. И у нее нету... У нее нету Клэйды с Далли. Ну, Клэйды с Далли тоже, если честно, я не хочу. Как-то не то. Так, ладно. Значит, смотрим. Ну, исландец у нее вот есть один магический. Мне кажется, он идеально ей подходит. Больше как бы и не нужно. Ну, тогда получается у меня... А, у нее нету Квотерхорса. Ну, Квотерхорс это такая порода, которую я не люблю. У нее есть американский Пэйнт Хорс один. Угу. Так, ну что ж. Тогда получается, пока что я придумала ей к покупке две лошадки. И мы сейчас отправляемся на их поиски. К одной лошадке далеко ходить не надо. Она продается здесь же. И это обычные Аполлузы. Да-да-да-да-да-да. Вот очень мне, как бы, хочется посмотреть, какие масти Аполлуз сочетались бы с ней. Ну, а вернее масти. Хочется что-то коричневое. Что-то вот вроде вот этой масти. И также еще одну масть. Сейчас надо выбрать какую. Наверное. Так, а галактика у нас тут не продается. Это очень грустно. Галактика это вообще самая базовая масть для Аполлузы. И жаль, что она продается отдельно. Только Форт Пинта. Здесь она почему-то не числится. Нет, это не галактика. Это совершенно другая лошадь. Так, может быть вот эту? Или вот эту? Нет, вот эти две масти. Ооо, а мне нравится. Я еще даже не слезала с лошади. А мне уже нравится, как они сочетаются с этим персонажем. Так, ну что ж, давайте посмотрим вначале гнидово. Что-то у меня очень далеко. Ой, 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 очень далеко. Камера от персонажа. Ну, очень, очень, да. Здравствуйте, очень даже хорошо смотритесь. Так, нравится. А здесь? Здесь тоже. Давай мы тебе грибу поменяем. Уж очень я не люблю вот этот вот градиент на гриве. Что бы тебе такого сделать, чтобы мне это в глаза особо не попадалось? Не знаю, корешечку или куча равость. Ну, давайте вот такую кучу равость сделаем. Вот здесь, ладно, гриё сочетается все-таки с персонажем. Но не знаю. Масть очень красивая. Вот масть мне безумно нравится. Вот то, что такой градиент на гриве, мне не нравится. Ну, что? Это какой розовый носик. Розовоносая лошадка. А здесь, кстати, даже с учетом того, что вот эта вот полосочка, тут розовоносости почти что, почти нету. Только вот чуть-чуть вот эти крапинки. И, кстати, сердечко на моське-то вон нарисованное. Так, и тоже пятнышки мне очень сильно нравятся. Но по сравнению вот с той лошадью, мне кажется, ей больше подходит вот так. Верните мне базовую гриву. На этой лошади она хорошо смотрится. Вот эта смотрится хорошо. Аполлоза одна из тех лошадей, у которой мне очень сильно нравится анимация. Конечно, меньше, чем у Пейнт Хорса. Но все-таки... О, слушай, ты мне нравишься. Ты мне очень сильно нравишься. Так, хорошо. И давайте посмотрим просто для сравнения. У нас еще есть... Так, у нас есть Пейнт Хорсы. Я так понимаю, у нее Пейнт Хорс из приложения. Один из, у которого почти все тело белое, только несколько больших пятен на мордашке. Кто бы, по моему мнению, ей бы подошел из этих? Ну, я думаю, тут... Ну, хотя нет, я не знаю. Если бы это был бы просто фонарь, то, может быть, мне вот этот вот полумесяц, он почему-то мне не нравится, как и это белое пятно на плече. Да-да-да, вот такая вот я требовательная к отметинам лошадей в Star Stable Online. Ничего со мной уже не поделаешь. Так, есть еще вот эта масть? Ну, как-то... Ну, не то. Нет, мне не нравится. И дело не в том, что именно цветовая гамма, а просто я не вижу в своих глазах, чтобы эти лошади смотрелись с персонажем. Нет, если вам кажется, что какая-то лошадка все-таки подходит, это ваше право, но вот я сейчас, ну... Ну, что-то как-то нет. Все-таки вот это вот мне больше нравится. Так, ладно, хорошо. Давайте еще все-таки посмотрим квотеров. Ну, квотеров я брать не буду. Я никогда не любила их низкую, опущенную голову. Хотя у меня у самой на основном аккаунте их два. Так. Ну, кто бы из них подошел бы к данному персонажу? Ммм... А мне кажется, либо вот этот... Либо вороной... Нет, вороной что-то как-то не... Либо вот обычный гнидой. Или вот этот. О, наверное, больше вот этот, чем гнидой. Или гнидой. Так. Нет, мне почему-то гнидой больше нравится. Но все-таки... Нет. Значит, пейнтхорсы. Во-первых, есть уже на конюшне. Мне они не нравятся. Квотеры не нравятся. Получается, пока что у нас победитель это вот эта Аполлуза. Теперь отправляемся ко второй породе, которая находится на ферме Марли. Ну что ж, вот мы приехали на ферму Марли. Здесь нас ждут гиганты-бершроны в одиночестве. Просто в городом одиночестве. Потому что хаффлинкеров отсюда убрали. И вот здесь уже кое-что поинтереснее. Мне нравится, как с ней сочетается... Ну, разумеется, гнидой. Потом, возможно, мне нравится, как с ней сочетается... Наверное, где он? Вороной. Мы вот сюда поближе поставим. Ну, кстати, очень даже, да. А, и ей бы еще подошла мастер-приложение. Но так как она не дублируется именно в ССО... Как она смотрится с... Да покажись, пожалуйста, у вас с вот этим серым. Наверное, никак. А вот с вот этим... Ну, тоже что-то, но не то. Нет, 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 нет. Мне вот нравится, как она смотрится с гнидым. И с... Вороным. Да, вот эти вот сочетания мне нравятся. Но что тут как-то под сомнением? Нет, мне кажется, перширон это, опять же, не та лошадь, которую бы я хотела купить этому персонажу. Так, ну что, наверное, у меня больше нет никаких мыслей. Несмотря на то, что у нас есть очень широкий список лошадей, которых можно покупать, мне в голову больше никто не приходит. То есть вот тех лошадок, которые я хотела, я посмотрела, и они меня как бы кто-то устраивает, кто-то не устраивает. Поэтому зачем думать, зачем гадать? Просто едем красавца покупать. Да, все-таки выигрывает в этом списке Аполлуза. Вот это вот красавица. Красавец? Не знаю, я пока что еще не решила. Но сам факт, вот это вот Аполлуза, вот этой самой масти. Так, у нас... Мы, наверное, не будем менять прическу. Мне все-таки нравится ее стандартная грива. Очень сочетается с этой лошадью. Мне кажется, это будет жеребец. Я что-то не смотрела, кого у нее в большинстве. Стоит он 900 СК. Аполлуза третьего поколения. СЛ1, дисциплина 2. Скорость, выносливость по нулям. Гибкость 3. Так, значит, выбираем, что это будет взрослый жеребец. А вот имя... Имя, 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 имя... Не знаю, какое имя. Сейчас подумаем, как бы его назвать. Очень быстро придумалось имя. Я посмотрела на этого коня и поняла, что он должен как-то олицетворять чувство свободы. Что он несется по полям. Несется по южному копыту, куда возвращается периодически Азария. И мне показалось, что имя должно быть таким же свободным или волевым. И Беззаботный Орел, мне кажется, идеально этому коню подходит. У него такие еще красивые копыта. Все причем. И полосатенькие, интересненькие. И сердечко на носике. И пятнышки классненькие. И грива однотонная, что я очень сильно люблю. Да, так что... Ну что ж, взрослый жеребец Аполлоза третьего поколения. Беззаботный Орел, 900 СК. Ух, быстро, однако, выбрали. Но просто мне прям очень он понравился. Я прям влюбилась в этого коня. Ну что ж, покупаем. Поздравляем персонажа с новой лошадью. О, как классно вы сочетаетесь. Прям вообще я не могу отправить в конюшню. А-а-а. Счастье полные штаны. Счастье золотых подков. Божечки. Мне прям очень хочется сесть на него. Очень сильно хочется посмотреть на него. Насколько мне прям вот в глазах они просто сочетаются, как, я не знаю, как отражение друг друга. Так, где он? Где он? Где он? Вот он стоит. Вот оно, это вот пятнистенькое счастье. Ну просто красавчик. Вообще. Беззаботный Орел. Мне кажется, прям вот то, что нужно. То, что нужно. Симпатичный какой. Так. Ох. Это то чувство, которое я хотела испытать, покупая эта лошадь. Ну просто. Да. Да, ребята. Это то, что я хотела увидеть. Это то, что я хотела купить этому персонажу. Ну просто. Какая красота. Какой классный конь. Так. Теперь нужно залезть в шкаф. И подобрать какой-нибудь комплект по возможности. Ну комплект готов. Я очень, правда, думала, какого питомца положить в сумку. Вначале хотела положить вестернское лосо со значком шерифа. Потом просто свисающее лосо. Но потом почему-то решила положить цветочки. Я бы положила какие-нибудь другие. Или вот морковку, но не фиолетовую. Но. Может быть вообще курочку? Нет, не хочу курочку. Мне кажется, растение больше всего подходит. Если бы были не такие яркие цветочки, а вот там есть такие кусты ежевики, по-моему, или черники, я бы их сюда положила. Ну что, ребят. Ну красота. Вот такая вот пара, мне кажется, которая просто идеально сочетается. Идеально смотрится друг с другом. У меня душа поет сейчас. Насколько я рада этой покупке. Ну а сейчас... О, божечки, как ребята. Какие вы классные. Так, ну а теперь отправляемся, наверное, в бочку. Посмотреть уже их в деле. Так, вот мы приехали в бочечку. Давайте же посмотрим, как они смотрятся уже во время езды. Шаг. Рысь. Я, если вы заметили, когда покупаю лошадь подписчику, я никогда ее не кормлю. И один раз это мне было сказано, как безумная благодарность, что самый первый уход лошадки достается, остается право за хозяином. И это очень классное чувство, действительно, что ты приходишь, тебе покупают лошадку, ты не знаешь, что за лошадка, и ты в нее влюбляешься. Потому что пока что все покупки, которые я делала, все удачные. И тебе дается возможность впервые за ней еще и поухаживать. Самый первый уход, который поднимает ее до второго уровня. Это прекрасно. Вот, поэтому, опять же, я не трогаю ее уход. Обойдемся без карьера. Очень хороший манежный голоб. Особенно сейчас, пока лошадка не быстрая. Медленно, так и низкоуровневая. Потом голоб. И карьера у нас сейчас нету. Остановочка. Такая вот резкая. Ну что ж, вот такая вот парочка. Вот такая покупочка. Меня она безумно радует. Я желаю удачи Азаре с этой лошадкой, с этой Аполлузой. Надеюсь, у них все будет хорошо. И они вместе тоже отправятся на Южное Копыто, где беззаботный Орел познакомится со звездочкой. Так что, да, я безумно счастлива. Надеюсь, хозяйке тоже очень понравится эта лошадка. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Если вы хотите тоже, чтобы я покупала вам лошадку или двух лошадок максимум, пишите мне в личку ВКонтакте или в моем Телеграм-канале. Я вам сразу по возможности отвечу в ЛС, и мы договоримся по поводу покупки. Так что, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok